Ты Бог, ищи создание Своё. И нет другого Бога, который бы так заботился о человеке. Господи, слава Тебе! Милости Твоей дышит земля и воздух, и это от свет и солнца. Всё от Тебя, Господи. И как сотворил человека. Что сколько инструментов он может ими работать. За эти пальцы, руки, ноги и глаза. Это всё дивно. Понять этот человек до конца не может. Но учи нас никогда не проникать в то, что недоступно человеку ни во времени, ни в состранстве. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! По многим радоваться каждой минуте, каждому мгновению на этой земле. По человеку, хотя и жизнь, ничего с тобой не возьмёт. Но это труд останется. Люди будут радоваться здесь. Хвала Тебе! Слава Тебе! Честь и поклонение, и слава, благодарение. Ты позволил нам издать перед вами толкование новой земли. Сколь великое чудо совершил Ты, Господи, ничего не имеющих, и оказаться перед миром такими богатыми. О, Господь! Хвала Тебе! Слава Тебе! Ты невидимый, навсюду присутствующий, Господь! Ты знаешь, с чем мы закончим эту жизнь. Не допусти нас, Господи, отступить от Тебя. Быть гонением, всемирное, где-то совсем рядом. Ничего этого не будет, всего и то снято. Что претерпели наши отцы и деды. И слушать без слёз нельзя. А мы живём в такое мирное время, в такое спокойствие, испытания такие крошечные. И враг ничего не может сделать. Ты в этом пути хранил, братьев и сестёр. И люди верили, что это верующие люди будут вспоминать, что-то услышали, и это от Тебя. Хвала Тебя, наш Господь! Слава, честь и поклонение! Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! Аминь! Благодарю, братья! Кто хочет, помолитесь! Так, ну слава Богу! Так, я ухожу, мне нужно пойти. Я буду туда поехать, да он ещё сегодня. С Богом! С Богом, с Богом! Нам нужно цемент туда стать где-то. И главное, Павел берётся за это дело. Горбулён. Он 17 лет уже на всяких таких работах. Так всё, не сказал, показал где-то. Он это как из-под земли, арматуру туда достал. Я показал где. А он дошёл, да, и дорогу перейти не знает. А где я до этого был-то пока? С какой стороны? Да вот кусты в кустах. Так интересно получилось. Люди разные-разные. Ну, представление моё они. Вот эти, которые я видел, у меня представление абсолютно точно. Вот я. Александр, я не знаю, у меня Александр был Долгов. Я про него могу рассказать интересную историю, чтобы у вас она исполнилась. Потом при всех расскажу. Александр Долгов. Да, вы даже, если где-то можете, я бы увидел его фотографию где-то. Он здоровый такой, крепкий был. Работал на золотых приисках на севере. И как-то вернулся, а он к нам. Ну, наша группа была. Мы в патриархию ходили, и всё. Ну, и вот, когда он вернулся, я к вам пришёл. Я говорю, давай разберёмся. Где ты был? Пять лет. Ну, я уехал. Оплатил десятину? Нет, выйди из комнаты. Я не хочу, чтобы у меня в комнате вор Божий был. Вы обкрадывайте меня, говорит Господь. Я отдам. А сколько у тебя? Я говорю, посчитай, заработок там раз в десять больше моего был. Посчитай за пять лет. Он посчитал, и говорит, у меня как раз только надберкнижки. Сколько заработал? Получить и отдать мне. Почему нет, я сегодня и сделаю. Он когда стучил, я говорю, мне не надо. Пойдём в одно место, ты отдашь. Это северо-западная 144, дом молитвенного баптиста. А мы знаем, что у них подпольно печатали новые заветы. Отдай. Их пресс-фитеры называются. Для нас они, главное, я отдал не из-за их учения, а там они печатают их, арестовывают, сажают. Снова там многие пересидели. Ну и отдал. И у меня на квартире всегда жили студентки. Сестра жила, это племянница. Ну и она там с ними знакома. Они на работу приходят там нагреть бак, там помысят. Вот, за квартиру никогда не брал, ни копейки. Вот, ну, по-моему, я 14 лет жил с женой. Ну, а эти девчонки, сколько ду, как питаться будем? Ну, из дома-то нету. Ну, вот, если моим характером, вот, я бы подчинился, как мы. Вы не умрёте, но... Ну, и показываю, сколько. У них стипендия там есть, сколько остаётся. Договорились, я трачу, допустим, 13 рублей, а тут решили по 25 на питание. 25 за месяц. Ну, это то время было. Ну, и они. Всё, теперь. Ну, а я везде стараюсь как-то сэкономить. И вот рядом деньги, которые десятина лежит. А рядом на питание. И всё, что остаётся, мы примахиваем десятине. А потом относим её. И вот продают Евангелие, продаже не подлежит, бесплатно. Оно не бесплатно. Но продаже не подлежит. Мы всегда находили такие вот истоки. Я с лютеранами близко имел общение. Секты почти все мне знакомы, какие были тогда. Я везде старался находить что-то. И меня везде выставляли на капитру. Но когда люди, большой отток начинался, тогда они везде рассылали энциклики. Не подпускать. Это волк, овечья шкури, он у нас овец увёл. Таких событий я могу рассказать много. Кто-то приезжает, они приветы передают. А домой никто не приглашает. А я выхожу, и вас никто не пригласил. Да нет. А где ночевать? Ну, на вокзале. А я живу около вокзала. Пойдёмте ко мне. А как вас врать? Леонид. Леонид Кустов. Ну, хорошо. Ах, в это время бабушки-баптистки забегали. Не ходите к нему. Он такой волк. Он уводит. Он говорит, я стою на улице замёрз. Никто не пригласил. Он зовёт меня. Отойдите от меня. Ну, он пришёл у меня там, побеседовали. Он говорит, я в людях, когда бываю, я спать не могу. Я говорю, тут у меня написано, ты ограждён и можешь спать безопасно. Считай. Рядом будильник поставил. Он спал, и будильник не слыхал. Когда утром встал из Павловска, город. Да как же я так спал? Я говорю, вот что значит душа, спокойствие. Такие события, ну, не расскажешь себе. Как-то я поехал туда. Ну, и там у них Сидлецкий Карл Станиславович. У них не лады были. Они его выписали из Черновицкой области. Ну, он приехал, ну, такой серьёзный. А у меня журнал с тобой, Баптист называется. Баптист, как огонёк, большой формат такой. И на первой обложке сидят молодые баптисты. Ну, я не знаю, сколько там, ну, меньше человек тридцать. Все с бородами. Я говорю, ну, вот, пожалуйста. А если бы все сейчас носили бороды, вы бы стали брить? Нет. Я говорю, по стихии мира живёте. А Фидель Кастр не смотрел ни на кого. Целовался с этими бритами. Как-то с Брежневым один поцеловался, попутно говорю. А он с юга. Он не думал, что этот Зулус, его понимает кто-то. И он его поцеловал, а у них людоедцу. Казнят кого-то, ему руки доставят. И вот он Брежнева поцеловал и так по-своему говорит. Хороший, упитанный, какой. То есть они тут, получается, ещё бы зажалили. Ну, видели этот фильм? Этот псевдоним какой-то. Ну, фильм называется псевдоним. Оперативный псевдоним. Оперативный псевдоним. Не смотрели? Кроверное содержание так. Советские там были где-то. Их обнаружили, что они разведчики. А у них был сын. И они сумели его вырвать как-то и отправить. А родители по 30 лет им дали. А сын здесь. И вот теперь его биография. Он постепенно узнаёт, какая моя фамилия настоящая-то. Он не может ещё понять. Отца матери не было никогда. Но его высшая элитная школа. Как он может преобразоваться там. Ну, везде всё это. Он всё знает где-то. Ну, и постепенно разузнаёт весь фильм. Кто он такой? Не спрашивай. У меня такой заброшенный был там, как сказать, приют. А когда вас привезли, тут сразу всё подняли. Из-за одного. Всем там стало хорошо быть. И он-то... А за ним охота где-то шла уже. На него, когда нападали где-то, он живо расправлялся. И в одно место какое-то особо опасное было. Их под одно лицо сделали. Операцию пластическую. Они похожи друг на друга. И в конце концов они встретятся. Встретятся, и один другого убьёт этот. Оперативный псевдоним. Советую посмотреть, как в жизни бывает. Вот у меня многое сходилось с этим. Потому что я с детства знал, кем буду. Вот представь себе. Мне пять лет было где-то. А я уже... Отец рассказывает, как вот здесь люди жили. Вот Симаковы, это Симаковский пруд. Как их арестовали. Он не видит меня, отец. Я сзади сижу, по всем месте. А я сижу и плащу там. А потом уже стал осознавать, кто сделал. Отец говорит, вот эти, эти. Приходили, взяли. Я вырос, то я отомщу им. И у меня были ружья, там ножи. Я целый день мечу. Нырнусь где-то, вынырнусь на другой стороне. Чтобы где-то в зубах нож. Насмотрелся фильм. Это какие-то честные люди или какой-то фильм есть такой. Никто не смотрел. Свободные люди. Люди, слово там стоит. В советское время, когда немцы пришли, они там где-то что-то как-то. И вот здесь. У меня везде патроны были. Открывались фрамуги. Я мог выскочить, говорится, в щель выскочить. Буквально. Ложусь спать. Спал здесь под бузиной, черемухой. У меня нож, ружье, собака. Живьем не дамся. И все время шли тренировки. А когда в техникум я стал, сразу в секцию из стрельбы и бокса поступил. Вот видишь, а теперь, когда все вспоминаю, боже мой. Да где же бы я был-то, если бы не слово твое живое. И поэтому, ну бывает человек как-то. Я не могу этого забыть. Я бы давным-давно сошел с этой жизни. Ну, конечно, Джохару Зудаеву попал бы. Вот этот был Сашка Билый. Бузычка его звали. И на Украине. И он здесь скольких советских убил, российских. Танкетки там и все это. Я бы был рядом с ним. И меня попросил отец Кирилл. Вот вы со всеми находите общий язык. А вот с музычкой отец, с Сашкой Билым, нашели бы? Я говорю, не, не нашел бы. Почему? Это я. Это моя биография. Мне искать не надо. Это мой родной брат. Я бы до конца, никогда к убитому не подходить. Выследить. Точно установить, что он злодея это делал и убрать. И Бог мне за счет этого нужно. Понимаешь, вспомнишь себя. Ой-ой-ой. Моя биография настолько интересная. Вот в армии я где был. Вот новые, которые поступают. Я сразу узнавал, а кто ест, он занимается иностранными языками. Однажды наткнулся Валерий Арапов с Москвы. Какой язык изучил? Английский. Английский я самостоятельно за четыре месяца изучил. И мы стоим раз, переговорились. В строю стоим. Мы кинули слова, никто ничего не знает. Знаешь, как интересно? Вот в армии, говорит, сколько сур, полтора года. У нас четыре года было, Марк Лог. У меня минута не уходила. То тренировка, то изучая язык. Он радиодел, знал, занялся радиоделом. У нас столько интересно жить. У меня не было минуты свободной. Вот Николай, и он моими трудами занялся. И выставляет это. Он оживил буквально все. Я его не таким представлял-то. Я представлял, что там какой-то профессор сидит, все знает. Ну, от вас ни от не имеешь. Как вы украсили все. Я говорю, Вячеслав, сделай так, чтобы он приехал сюда. Чтобы я насладился при жизни изменением вас всех. Про вашего Сашу я маленько сказал. Скажу большее даже. Вот так вам будет интересно. Очень интересно. Как в поезде были мы. Он шел последним. В таком деле сказал, спаси Христос. И как проснулся директор ресторана. И дальше что было из этого. А где Христос? Да вон и сусики прошли. А у нее у БХС тогда было. А мы всегда так говорим. Это очень интересно. Ну, все, братья, я пошел. Сколько времени? 11 часов почти. Все, все. Я поехал. Поехал куда надо. Просьба, если какие-то допросы будут, ни звонки не отвечайте. Не отвечай на ни один звонок. Тишина полная, поаукает и все. Не знаете. Может, там милиция, может, тут уже кто-то. Ну, Саглядатый живет здесь рядом. Я в прокуратуру, везде там лезет. Я знаю, как потеряю, куда разрушить. А сам здесь живет. Ну, как вот он решил. Арышевского пруда. Отхватил землю. Ну, все это по закону пытался сделать-то. Но мы тут сообщили, куда надо. Он вот так вот стоит, руки раскинул. Приезжайте, тут у нас такое будет. Тут построим гостиницу. Тут не надо в 4.40 вставать. 4.40, понял. В объявлении. А сам стоит, здоровый, крепкий. И вот здесь будет рыбачить. Такую рыбу он разведет. Там лососи, видимо, будут. А там ничего нету. Все. А ему дают деньги-то. Четверо ребятишек. И он знает, кого уголовина там есть. Приезжает отцу Владимиру. Я знаю, он сразу к стерегу поехал человек. Ну, и Господь знает. Если человек сам не делает, то вот это вот ничего не даст. Я не поднимал здесь руки. Я просто молился. Вот вас только здесь сколько? Три, четыре, пять, шесть, семь. Семь братьев. Конечно, семь. Там никого нет. И там все заброшено. Мы там ремонтировать больше не будем. Раз он взялся, там ритм установить. Люди помогут. Делайте, мы выйдем. Если ты сам не будешь делать. Вот мне кто-то говорил сейчас с Левангой. Зачем это работать? Да вы только руководитель нам. Я говорю, меня это не лечит. Я хоть маленько, но буду делать где-то. Копать что-то. Мы вот с кем-то уже близко знакомые. Ну все, я ушел. Все принято. Так. Это Степы. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.